Вверх-вниз, вперёд-назад и вокруг своей оси, пересекающиеся круги и линии, она смогла почувствовать и нарисовать этот механизм нового времени. Атомные реакции, работа станков, движение людей, пересечение разных измерений – всё это в её узорах. Предельный контраст цвета, предельный контраст тона – это пересечение и наложение разных структур. Из этого возникла целая мода в 60-е годы. Но Степанова сделала это первой, фактически. Эти динамичные полосы и контрастные цвета на тканях, а затем и на платьях, созданных Варварой Степановой и её подругами – новая советская мода 20-х годов 20-го века, которая становится настоящим триумфом на выставке в Париже. Но чтобы её создать, художницы Степанова и Попова буквально ставят в тупик директора первой сицинобивной фабрики в Москве. Просят показать производство. Просят показать станки, они просят объяснить, как делается набойка, основной метод печати тканей, а это деревянные клише. Они просят показать, какие краски стоят на складе, чтобы, исходя из возможностей производства, сразу начинать разрабатывать новые рисунки для тканей. «Так вы не умеете рисовать», – говорили Степановой на ткацкой фабрике, когда видели её вычерчивающей циркулем и линейкой будущие узоры для новых тканей. А она рисовала с детства. Так начинается биография почти любого художника, и Степановой тоже. Но что она будет рисовать, а главное, как, никто и предположить не мог. То время, когда работала Степанова, Родченко, её коллеги, Любовь Попова, это время, когда открыты очень многие вещи новые в науке. Открыта радиоактивность, открыта структура материи. Это показывает то, что мир, он, в общем-то, собран из каких-то элементов. Вдохновлённые наукой, промышленностью, новыми общественными идеями, художники молодой советской России хотели быть инженерами искусства. С Александром Родченко Варвара познакомилась в Казани. Видимо, начался такой вот бурный какой-то роман, а Родченко для неё стал вот с того момента таким героем номер один. Она называла его Антим, потому что он противопоставлял своё творчество традициям. В Казани Родченко уже успел вдохновиться поэтами-футуристами, которые приехали в город выступать. В их числе был и Владимир Маяковский. В 1916 году Саша и Варя переезжают в Москву и открывают там творческую мастерскую. Родченко переосмысливает знаменитые картины Малевича и создаёт свои. Потом к ним добавляется и фотография. Степанова пишет стихи на новом футуристическом языке, который хвалится Малевич, и рисует их. И, конечно, они в итоге знакомятся с Маяковским. Точнее, он сам подходит к Родченко на государственной выставке в 1920 году и заговаривает с ним, как будто они давно знают друг друга. Он описывает это буквально следующими словами. Ко мне подошёл Маяковский и сказал, пойдём, с тобой хочет познакомиться Лилия Юрьевна Брик. Маяковский нашёл, наконец, союзников и тех, кто по-настоящему понял и почувствовал его поэзию. А вы, Ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб? На эти размашистые и дерзкие строки Маяковского и сегодня словно сами просятся яркие динамичные контрастные линии и новые резкие графичные образы, какой была сама эта эпоха. Именно так Родченко и оформляет обложки первых изданий Маяковского, его книгу «Про это» и вместе с поэтом работает над авангардными плакатами из легендарной серии «Окнорост». Несколько плакатов на стихотворение Маяковского делает и Степанова и начинает заниматься оформлением журналов. Плашка, подчеркивающая текст, она повышает контраст изображения фотографического и все вместе воспринимается гораздо цельнее и завершеннее композиционно. Плашки, стрелки, разные шрифты, подчеркивания и ключевые слова – все это делает текст таким, словно он сам себя просит прочитать. Так говорили о работе Степановой в качестве оформлителя и редактора советских журналов. А еще она создает необычные костюмы и декорации для спектакля Всеволода Минерхольда «Смерть Тарелкина» про чиновника, мир которого буквально рушится на глазах, когда его подлог раскрывается. Вещи перестают его слушаться. Он как бы оказывается в каком-то странном мире. Он нажимает на стол, стул и сиденье проваливается. Он, так сказать, опирается от стол и стол разъезжается. Но эту зыбкость бытия авангардисты почувствовали на себе уже в 30-е годы, когда сменился идеологический вектор. Вроде незаметные моменты, когда ничего не происходит, только вдруг Родченко и Степанова выясняют, что их забыли перерегистрировать в Союзе художников. Заказов становится меньше. Именно тогда Степанова уходит на ткацкую фабрику дизайнером тканей, платьев, профессиональной спортивной одежды, а Родченко переключается на оформление книг. Начинается война. Художников эвакуируют в Молотов, но муж возвращается в Москву в поисках работы. Он устроился на работу, получил все документы. Он пишет в письме Степановой, «Мне тут трудно, мой мотор остался в Молотове». Вот мотор – это Степанова, это, так сказать, тот человек, к которому он мысленно все время обращается. Казалось бы, два творца в одном доме – смесь взрывная, но отношения Степанова и Родченко были всегда наполнены необычайной теплотой. Они гармонично дополняли друг друга все 40 лет брака, ушли из жизни с разницей в один год, опередив своим творчеством время и оставив новаторские идеи в искусстве, дизайне, фотографии и моде, которые и сегодня используют во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова